Про Харьков. Я хочу поехать в Харьков. Не знаю. Я не знаю, что вам рассказать. Ну, какие там особенности в центре, в Харькове. Ну, я же хочу сказать, вот там дисциплина, как бы, вот дисциплина, там построже, чем здесь. Я сюда приехала и вообще отдыхаю. Ну, это в Харькове на центрах по-разному. Что значит построже? Как построже? Блин, ну как? Ну, вот так говори. Ну, это зависит от руководителя. Ну, конечно, говори. Ну, допустим... Рассказывай все. Как? Вот Филипп там был, по-моему, он сейчас опять приехал, женился, приехал опять. Блин, ну, он вот так вот где найдет пылинку, знаете, даже вплоть там выключатели, вот эти вот плинтуса. Ну, заставлял, как бы, перемывать, там, натирали. Ну, вот как... В армии служил, наверное, да? А я не знаю. Чисто солдатские какие-то приколы. Не, ну, вот это ж он меня в зоне, так, заставлял чистить. Ну, как же, я, допустим, я его не сужу, я ему наоборот, ну как? Я пришла тоже вот это вот... Не, ну, заставляют. Я тысяч четыре года жила виртуально вообще, да? Ну, да, коротка ж умела, умела, водку жрать умела. Ну, больше ничего не... А так я приехала сюда вообще, ты мне дают эту тряпку, я не знаю, что с ней делать. Как, я буду мыть полы, да вы что, не буду, я там кинула, не буду я ничего делать. А потом, ну, как, совесть, наверное, все-таки загоралась. Смотрю, вот это вот Юлька себе, сестра, там лазит, что-то делает. А я что, королу... Там в Харькове, да? Да, ну, это у Теснезуба на центре, сначала там была неделю, потом... А там два? Да, там два, на Конной армии и на Верхней Угинской. В центре прямо, да, в больших домах? Ну, вот это... Ну, на Конной там, да, это получается, как бы, ближе к центру. А Верхней Угинской как раз возле ЖД вокзала, рядышком там. Ну, там в домах тоже, да, такие большие? Да, да, ну, на Конной не лучше, там, по-коду. А вот на Верхней Угинской классный. А, подожди, я что-то пропустил, и папу-то тоже есть, да? Папы нету. Не-то? Помер? Нет. А, просто нету папы? Просто его нету, да. А мама чем занимается? А мама у меня главный бухгалтер в госполкоме. Ну, на минуточку. Чего? Воспитывала же тебя, наверное? А, ну да. Конечно, воспитывала. Чего же она меня учила? Луганска? Главный бухгалтер Луганска? Ну да. В госполкома? Да. Так это же серьезная должность. Ну, и что? Я понимаю, что серьезная должность, и что? Я ей тоже, кстати, передаю привет. Да? Конечно. Да, я передам привет. Юра, движение. Хочу спросить, кто мы? Мы движение родителей против наркотиков. Николай, у вас есть такие движения? Нету. А? Нету таких. Это вот это вот, которое ваше, да? Вот ваша эмблемка. Ну да, ну конечно. Тут как бы движение родителей против наркотиков. Ну что, у меня мамка, когда узнала, что я кайрусь, я иначе сознание не потеряла. Ну что не было, да? Как вообще? У нее, я уже затрусила. Ты же, наверное, в школе отличницы была, да? Ну, я тоже, что отличница, наверное, хорошо училась. В училище я как старостой группы была. Ну, нормально, как бы не отставала, все у меня классно. А где ты? А где ты, в каком училище? Лидером я была. В каком училище? Ну, там, короче, есть этот лицей. Ну, это не в самом Луганске, это в Ровеньках, но это рядом с Луганском. Город такой есть, районки. А, ну районный центр, да? Да. Тут уже мэр там есть. Ну да, конечно, есть на все. И сколько жителей? 70 тысяч. Ну, это город такой, не очень. Город, серьезный город. Мы можем сейчас набрать на сайте и увидеть. Ревенький есть такой рядом с Луганском. Ну, это Дамбат. Шахтеры все, да? Да. Что так? Ну, как бы мама вообще, она... Ну, просто как, вот, слышали, да, что вот наркотики это плохо, наркоманы это плохо, это страшно, да? И тут вот бабах, ну, в семье такое, вот наркоманка. А в школе у тебя в классе много девчонок, пацанов? Да, один номер, кстати, в одиннадцатом классе, в передозировке. А в передозах в одиннадцатом? Да, я еще не кололась тогда. Ты видела, ты знала, что он умер, что от этого можно умирать? Ну, а ну как она постоянно же кажется, ну, меня же это не коснется. И я же вообще не наркоманка, когда первый раз кололась. Ну, да. Ну, вот я один раз и все, потом там через неделю еще раз. Да я же не такая, там вот вы там наркоманы, а я не, я не наркоманка, я просто любительница раскумарится. Там кто-то водку пьет, а я водку не пью, я лучше там раз в месяц уколюсь там или раз в неделю. А потом каждый день как погнала, погнала и все, и фанала. А как ты все-таки поняла, что вот нужно сползать? Обычно же это понимают уже, ну, не в двадцать лет, не в двадцать один, а гораздо позже. Блин, менты задрали. Менты просто зачухали, класс. Уже все, короче. Ну как, они просто уже началось там сдавать, надо стучать, понимаете? Они тебя начали прессовать, да? То есть уже мне начали сами наркотики давать, только давай там что-нибудь, это я понимаю, что ты. Начали тебя прессовать, ну, правильно, это классно. Да, я думаю, что... Передай им привет ментам. Да сейчас. Ну они спасли тебя. Спасли, я уже сама я понимала, что... Ну как, что бы они спасли? Они бы меня посадили. Начала бы я на них работать, ну, сколько там, месяц-два, кого-то там повламывала, они бы меня покололи и все. Но потом бы я хотела. Что ж они меня спасли? Ну они хотели, чтобы ты у них закупщица была, да? Сдавала им точки новые. Ну да, да. Не, ну, стандартная схема. Это везде, да. Это нет. Ну а что ты не захотела? Ну была бы закупщица, а они бы тебе там кума и давали бы. Ну тогда вали так. Все это. Я ей говорю, это вы что бы, вы гоните? Я говорю, они меня в тюрьму будут, если нас опять посадили. А я еще буду им помогать. Ну я просто в саму систему вошла, как бы, ну как, а... Ну у нас же среди наркоманов распространяется, да, там что-то вот. А я как бы день молодая еще, мало кого знаю. Ну вот нормально. Доверием пользовалась. Среди тех, кому надо, мы доверяли все равно же. Эй, не давай. Убрали, пожалуйста. Давай маме привет. Ты еще передавала. Маме еще передавай, это же уже третья серия у нас. Блин, у меня такое ощущение, вы меня ловите, да? Ловите от меня. Ну я же уже передавала маме привет. Еще раз передавала. Мамочка, привет, я тебя люблю. Она же голос твой хочет услышать. А, она, ты же с тобой разговаривает по телефону, да, ты с ней разговариваешь? Да, она себе звонила. Звонила. Коготься я больше не хочу. Ну она верит, что у тебя это происходит? Не, ну верит, конечно. Ну конечно она и слышит, как и, ну, если бы я раньше с ней, ну, вообще на коротких как-то, ну, грубо я с ней разговаривала. Когда у нее отпускай, приедет тебе в отпуск, да поможет, позови ее в отпуск. Когда у нее отпускай? В августе. О, Хай как раз приедет. А я поеду домой, в августе на три дня. Встретишь друзей? У меня день рождения. Встретишь там друзей? А я на три дня поеду. Блин, ну знаете что, короче, у меня это, шесть лет условно было. Шесть лет? Да. Ну, а что ты, ну, сейчас вообще так можно? Что-то ты накрылась его на шесть лет. Ну, у меня было три условно. Три было. Вот из 2008-го, по вот этот, по 12-й год. И мне, короче, вот 31-го марта, ну, этого года дают еще три условно. Ну, итого, короче, шестерка получается. У меня, короче, спасло, потому что малая, ну, Жень, по-моему, была. И я, короче, попала под амнистию. Мне мама вчера позвонила. Шесть лет полностью специально тебе? Полностью специально. В ноль? Да, я вообще. Блин, все-таки он есть, да, вот. По-новой можно найти. Да что вы такое говорите, верно? А что у тебя было? 3,3. Что это такое? За что? Кражи, не забыть, хотела сказать. Употребление, хранение. Мошенничество, поделка документов. Ну, такое все. А поделка документов что это? Паспортов, справок о доходах. Ну, поделка, так, мошенничество. 191-я, честь 1-я, 2-я. Корову, страшно с тобой даже разговаривать. Ой, да ладно. Ну, конечно. С тобой. Продолжение следует...